МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир СТВ продолжает новости. В студии Олег Степанюк. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. День большой политики в Бишкеке. В юбилейном саммите лидеров страны СНГ принимает участие президент Беларуси. Центр избирком утвердил результаты парламентских выборов. Депутаты соберутся на первую сессию в Минске 11 октября. Там, где зреет виноград, фрукты из белорусских садов сегодня пробовали в Минске искушенные гурманы. Кыргызстан сегодня стал столицей политической жизни содружества независимых государств. В эти минуты в Бишкеке открылся саммит глав государств участников СНГ. На юбилейное заседание прибыли президенты Беларуси, России, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Казахстана и Таджикистана, глава правительства Молдовы, вице-премьер Туркменистана и министр иностранных дел Узбекистана. Уже проходит заседание в узком составе, где свою позицию высказал президент Беларуси Александр Лукашенко. Отмечу, что на саммит приглашены также представители региональных организаций, союзного государства, ОДКБ и Евразийской экономической комиссии. Всего на саммите будет рассмотрено полтора десятка вопросов. Они касаются развития взаимодействия на пространстве содружества в экономической, правоохранительной и культурно-гуманитарной сферах. На встрече в узком составе главы государств планируют принять заявление в связи с юбилеем СНГ. 25 лет исполняется содружеству. Не останутся без внимания вопрос адаптации к современным реалиям и совместные действия по борьбе с международным терроризмом. Бишкек стал также площадкой для ряда двусторонних переговоров. О развитии партнерства в различных сферах между странами речь шла на встрече президента Беларуси с премьер-министром Молдовы. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусский рынок открыт для молдавской продукции. Главное условие, чтобы она была качественной и поставлялась в нашу страну без серых схем. Также Беларусь готова помочь в развитии промышленности Молдовы. К слову, за 7 месяцев нынешнего года товарооборот между странами составил порядка 140 миллионов долларов. Я в курсе дела создания совместных предприятий у вас, совместных предприятий в Молдове, белорусско-молдавских, по машиностроительной технике, по пассажирской и так далее. Если вы выберете еще что-то и будете заинтересованы в переносе нашего производства в Молдову, вы нам скажите, скажите, с кем иметь дело, поддержите конкретно в Молдове, со стороны правительства. И я вам гарантию даю, что мы в течение максимум года, я думаю, за полгода успеем, если вместе будем делать, любое организуем у вас производство. В том числе мы же заинтересованы, и чтобы и локализация шла, мы будем способствовать тому, чтобы там, в Молдове, производить все, что возможно. Главное, чтобы качество продукции было хорошим, чтобы не обижались ваши люди, если они покупают белорусские товары. Продукты питания, если нужна помощь какая-то в развитии промышленной базы сельского хозяйства, станкостроения, машиностроения, нефтепродукты, нефтехимия, все, что у нас есть, вы на нас можете рассчитывать абсолютно. Притом, без всякого бандитизма, мы не заинтересованы в том, чтобы задирать цены и обирать Молдава. Ни в коем случае. Вы в нашем лице будете иметь всегда надежных друзей. Хочу сразу отметить нашу заинтересованность, продолжить те хорошие, добрые начинания и те параметры, которые достигли в отношении и торгово-экономических отношений, да и вообще в двустороннем отношении. Начался насыщенный на события день в Бишкеке заседание глав внешнеполитических ведомств. Министры иностранных дел встретились узким составом, а затем перешли к обсуждению вопросов с участием членов делегации. Внимание уделялось многостороннему сотрудничеству в рамках СНГ. Главы МИД озвучили меры по дальнейшему расширению взаимодействия, обменялись мнениями по актуальным международным вопросам. Одной из ключевых тем стала оптимизация работы Содружества. За новостями из Бишкека мы продолжим следить в наших следующих выпусках. А теперь к другим темам. Центр избирком Беларуси подвел результаты выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания. Членами комиссии принят проект соответствующего постановления и тем самым зарегистрированы депутаты, избранные 11 сентября по 110 округам. Точная явка составила 74,68%. В течение кампании поступило 480 обращений, другими словами, жалоб. Если сравнить эту цифру с данными предыдущих парламентских выборов, то количество обращений, поданных в Центр избирком, значительно уменьшилось. Четыре года назад их было более 600. Тенденции таковые. Количество избирателей, участвующих в выборах, остается на прежнем уровне. Количество кандидатов, которые стремятся избирать в парламент, стремится вверх. И избиратели получают альтернативу для выборов. Ну и третье, избирательная кампания становится менее конфликтной по количеству жалоб и более свободной и открытой. Я думаю, что самым главным достижением этих выборов это то, что наши местные, особенно власти, учатся предоставлять широкие возможности для ведения всех публичных мероприятий, связанных с выборами. Кроме того, на заседании подведены итоги выборов в Верхнюю палату Белорусского парламента. Как было отмечено, они прошли в полном соответствии с избирательным законодательством. Само голосование состоялось в течение одного дня, а подготовительная работа велась в течение отведенного избирательным кодексом времени. Избрано по 8 членов Совета Республики от каждой области и Минска. Всего 56 сенаторов. Первое заседание Палат парламента нового созыва состоятся 11 и 12 октября. Преседатель ЦИК также охарактеризовала доклады БДИПЧ ОБСЕ по выборам в парламент. Предварительный отчет вполне сбалансированный. Да, мы с чем-то не согласны. Мы, например, не согласны абсолютно с этими предложениями, направленными на дискриминацию избирателей в полной смысле этого слова. То, что мы гордимся и считаем, что вот эта вот простота участия и включения, улклюзивная всех избирателей по месту жительства, возможность голосования по месту жительства, не доказывая факт проживания через суд, как существует в некоторых государствах. Это наоборот упрощение порядка, это привлечение на выборы. Но вот наблюдатели от ОБСЕ это не устраивают. Они считают, что мы должны усложнить порядок участия в выборах. С этим мы не согласимся. Если будут предложения, направленные на улучшение процедуры подсчета голосов, то к этому нужно отнестись очень внимательно и по возможности учесть. Ситуация в ЕС близка к критической. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. В Братиславе проходит саммит Евросоюза. Главная его тема – будущее союза на фоне планируемого выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, европейские власти намерены обсудить вопросы миграции, безопасности и экономического развития. Мощный взрыв прогремел сегодня во французском Дижоне. Власти сообщают о 21 раненом, двое из которых находятся в критическом состоянии. Известно также, что обрушился фасад одного из домов. Причина – детонация бытового газа. Полиция рассматривает несколько версий произошедшего. Возможность теракта даже не озвучивается. На месте ЧП продолжают работу спасатели. Освобождение захваченного аэродрома. В Беларуси продолжается командно-штабное учение вооруженных сил. Так под полоском развернулась настоящая антитеррористическая операция. По замыслу учения, незаконное вооруженное формирование захватило воздушную гавань. В роли преступников выступили подразделения внутренних войск. Неприятелю противостоял парашютно-десантный батальон. В ход пошли бронетранспортеры и авиация. Перед штурмом совместно с голубыми беретами была проведена разведка местности. В результате аэродром был освобожден и взят под охрану. В целом задачи выполнены. Для выполнения этой задачи привлекалась авиация. Использовались воздушно-поисковые штурмовые группы. Осуществлялось применение безбелорных авиационных комплексов типа «Москит». Велась разведка днем и ночью. Ну и достигнут был фактор внезапности. Янтарные ягоды, в которых отражается белорусское солнце. В Минск продемонстрировать плоды своего труда съехались виноградари со всей Беларуси. Экзотический фрукт давно прописался на участках отечественных садоводов, забыв про репутацию южанина. Количество сортов, что прижились в наших умеренных широтах, достигло 900. Разве можно подумать, что такой виноград у нас в Беларуси растет, как будто бы его привезли с юга. И эти сорта, они устойчивые, неприхотливые. С каждым годом у нас погодные условия меняются. Климат еще становится теплее. И то есть у нас виноград растет прекрасно. Выбор сортов настолько огромен, что просто для любого начинающего можно подобрать максимально близко, по его критериям, по его желанию, сорта. А площади, если у человека имеются большие, то можно же посадить и технические сорта, и произвести для себя, для своей семьи прекрасный сок, прекрасное вино домашнего приготовления. Сегодня ученые представили и новинки собственной селекции. Впрочем, виноградные лозы скоро в белорусских садах могут стать столь же привычными, как яблони или сливы. С прилавках не только сметали наливные экспонаты, но и раскупали саженцы. На этом у меня пока все. Далее спортивное обозрение. Больше новостей найдете по адресу в интернете. ctv.by Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Средний выпуск в 19.30. Его проведет мой коллега Сергей Прохоров. В студии работал Олег Степанюк. Всего доброго и до встречи.